Ну что я могу сказать? Вы знаете, облить грязью любого человека можно, это, наверное, очень просто, но быть человеком, быть личностью и оставаться именно человеком, это, наверное, в нашей жизни непросто. Я хочу сказать, что когда в мой адрес вьются обвинения, что у меня в доме живут таджики, извините, пожалуйста, я должна сказать просто свое веское слово. Когда председатель вот этого ПСН пытается какую-то национализм сюда включать, да, я не раз была свидетелем, когда дети, людей, которые в моем доме просто живут, а не работают и являются членами моей семьи. Но не важно, что они таджики, какая разница, в какой национальности они. Их дети гуляют на площадке, и вот эта председательница ПСН, незаконно созданного в нашем поселке, пытается, не пытается, выгоняет детей с площадки. Пятилетняя и три с половиной лет девочка гуляет. И что, разве это справедливо? И когда мне в адрес вот эта председательница говорит о том, что не имеют право люди, вернее дети сотрудников гулять на площадке. Так это не сотрудники, это члены моей семьи. Давайте так, ребят, смотрите. Вот я реально добрый человек. Я прилетила в своем доме семью из Таджикистана. Они у меня дома родили троих детей. Они живут у нас в отдельном домике. И даже сестра нашего Рустама приехала сюда беременна, родила ребенка. Приехала потом вторая сестра Рустама и ухаживала за детьми нашей Лолы. Скажите, пожалуйста, это что-то зазорное я делаю? Зазорное или нет? Или все-таки я человек? И когда, опять же, ну вот как человек, ну скажем так, мой адрес льет обвинение в том, что люди, ну да, не русские, но из Таджикистана, в дни своих национальных праздников устраивают здесь праздники, так я хочу сказать, что я сама в них участвую. Потому что я поддерживаю культуру любой нации. Но это все равно, что вы знаете, нам бы сказали. А что вы в Дни Победы, в День Победы, например, ну в Дни Победы, да, которые мы празднуем. Или, например, в День России 12 июня, что мы празднуем громко. А ничего, что у нас тут салюты происходят просто так, без всяких праздников. Но мы это все приветствуем, потому что мы все соседи, мы все вместе, в одном единстве, и нам не докучают эти выстрелы. Но когда нас пытаются в этом уличить, я считаю, что это не за тех, кто просто может быть недолюблен, кто не состоялся, кто не может уже ничем привлечь внимание к своей личности. И может привлечь только тем, что совершает незаконные действия, незаконные шаги, и почему-то решили прикопаться ко мне. Ну, что я могу на это еще сказать? А я за детей. А я считаю, что все дети равны, и не важно, какие дети гуляют на площадке. Вот в моих спектаклях, участвовании концерта, во всей России, которую я дала, у меня участвовали и участвуют дети разных националистов. И мне кажется, что это очень большое достоинство, знаете, объединять сейчас в наше сложное время детей всех националистов, а не разделять их и рассказывать, кому гулять на площадке, а кому нет. И причем это делает человек, вот это, знаете, как ли, приседательнейший вот этот ТСР, которая зарегистрирована на минуточку в Иллибоне, потому что это незаконные действия, рассказывать, где кому гулять и что делать нам всем. А мне кажется, что это очень несправедливо, потому что несправедливость совершает она, запутав всех жителей нашего поселка, и сделавший так, что запутав их и введя в заблуждение, заставив подписать договор с ней, обещая, что я сделаю все сама. А что она может сделать? Да ничего она не делает, потому что она здесь никто, ничто и звать никак, кроме как она житель просто этого поселка, такой же, как и я, и как мы все. Но простите, пожалуйста, разделять детей на национальности и людей, делить в наше время, это просто ничтожно. И когда я за правду, а я буду за нее бороться, на меня льется грязь со стороны, ну, скажем так, ну, как объяснить, со стороны кого-то. Того, кому не нужно добро, кому не нужна справедливость, и кто не хочет, чтобы люди просто нормально, по-человечески заключили договор с компанией, которая здесь существует и все это осуществляет, и кому принадлежит весь этот поселок и его обеспечение. И, конечно, легче вылить грязь на Анастасию Волочкову, воспользовавшись моим именем, за неимением своего, нежели просто ответить за свои дела. Так вот, ответить, потому что у нас есть все факты и доказательства, что вся тонизость с этими трусами, извините, под елочкой писали, что это было ее рук дело, потому что с ее портала, не то что, портала у нее нет, простите, у меня есть портал и все, вы знаете, с ее аккаунта какого-то левого было слито вот видео, не видео, фото вот под елочкой вот это, трусиков моих, шортиков, я так скажу, на НТВ. Вот просто у нас есть доказательства этого, и мы можем вам представить. А вот все то, что говорит эта тетя непонятная и льет на меня грязь, и обвиняет меня в том, в чем я не виновата, и льет на меня пасты, вот за это она должна будет ответить. Поэтому, делая мне вот эти гадости, она себя сама выведет на чистую воду, а мы это поможем сделать с помощью прокуратуры, там и так на нее дела заведены. Так вот, я сейчас помогу это сделать. Но когда дело касается детей, дорогие мои, вы знаете, сколько спектаклей и концертов по всей России я дала, объединяя детей. И когда кто-либо позволит обидеть хотя бы одного ребенка на моих глазах, вы знаете, это не люди. Я буду всегда защищать. И те люди, которые живут у меня в доме, это члены моей семьи. И я не понимаю, почему эта сынщица, я ее не могу по-другому назвать, лезет в мою семью, и чем она ей так докучает. Да тем, что она просто, извините, никто, ничто и звать никак, а из слов Волочковой, когда изливается правда, вот тогда я всем как кость в горле. И никакого нет другого пути какого-то, знаете, сопротивления, кроме как облить грязью. Так скажите правду, сама пойди скажи. В чем твоя правда? В том, что ты сидишь здесь незаконно, абсолютно, и людям мозги паришь, я могу сказать, что мне это неприятно, и я буду рада вот за эту правду, за справедливость. У многих проблемы с управляющими компаниями. Я вот, например, суть выиграла у нашей компании «Жилищник» по поводу моей квартиры на Петровке, когда мне залили квартиру. Но когда непонятная мне женщина лезет в мой дом за кусты, ставит мне какие-то телефоны и вставляет там роясь между этими туями моими, следит за моей жизнью, а вы не считаете, что это несправедливо, неправильно? И когда она лезет на каналы телевизора, только потому, что это причастность к моему имени. И до этого момента никто не знал, как он называется, председатель этого незаконно созданного ТСФ. Что мне еще сказать? Здесь вопрос детей. Подождите, у нас всегда праздники здесь происходят, и никто никогда не напрягался, у кого как, у кого какие салюты, у кого какие веселья. Понимаете, мы все дружно живем, и вот показатель того, что вот эта ТСФ-щица, она пытается нас всех рассорить, дабы залезть в телевизор, потому что ее никто уже не знает, и ей хочется какой-то славы, но слава добивается путем труда большого и личностных качеств абсолютнейших, и признания публики Анинизостью, подсыланием под кусты к соседям. Я же не знаю, может, она их другим еще подсылает. Разве это серьезный человек? И я думаю, что жители нашего поселка во многом и вскоре узнают, что это было введение их в заблуждение для того, чтобы они просто ей в карман складывали деньги. Вот о чем речь, понимаете? А так, наговорить какого-то интервью, и на меня говорить какой-то пасху, рассказывать, как ведут себя жители моего дома, я могу вам сказать, это надо доказать, но не низостью какой-то, как я описываю под елочкой, а простите, фактами другими, что я делаю не так.